Здравствуйте, с вами Романов Сергей и сегодня мы постараемся с вами разобраться с управлением в окнах проекции. Это, конечно же, не самый основной вопрос в 3D Max, но умение хорошо ориентироваться в виртуальном пространстве дает кучу преимуществ. Это комфорт, это экономия времени. Итак, приступим. Рассмотрим окна проекции, но прежде чем это сделать, нужно немножко разобраться, что такое проекции и какие они бывают. В основном проекции делятся на две группы. Это ортогональные проекции, здесь представлены три окна с ортогональными проекциями и перспективные виды. Ну, что такое ортогональные проекции, вы должны помнить с курса очерчения. В основном это шесть основных видов. Это вот фронтальный вид спереди, сверху, слева, дальше идет справа, снизу, сзади. Также относится к ортогональной проекции пользовательский вид. Ну, чем пользовательский вид отличается от перспективного вида? Ну, скажем только отсутствием перспективного сокращения. Ну, далее перейдем к окнам. По умолчанию загружаются четыре окна, но это можно исправить. Мы об этом уже говорили, что можно вызвать от одного до четырех окон. Но еще раз повторимся. Вызываем контекстное меню название, конфигурация и вкладочка Late, Format. Мы видим вот эти все пресеты. Каждое окно в 3D Max по-своему самостоятельно, можно сказать, уникальное. В нем можно вызвать любую проекцию. Для этого достаточно также вызвав контекстное меню строки, вид. Видим свиток как раз вот этих окон. И видно, какая проекция у нас активная. Также можно выйти через главное меню, сделать активным окно. Мы видим этот список проекций. И также видим горячие клавиши по первой букве названия проекции. Видим, что у нас две проекции не существует. На две проекции не существует горячий клавиш. Ну, так как B задействовано на сразу два вида и по умолчанию вводится вид снизу. И R у нас в данном случае задействовано на масштабирование. Есть еще один способ вызова проекций. Ну, вот уже нам знакомый видовой куб. Ну, для того, чтобы нагляднее было, возьмем, построим несколько предметов. Допустим, мы здесь и сферу поставим, и цилиндр создадим, чтобы было удобнее. Переключимся в полноэкранный вид. Вот этот видовой куб имеет боковые маркеры, вот эти вот основные, через которые можно вывести вот эти, в данном случае, наши проекции. Вот мы находимся, написано, во фронтальной проекции. Для того, чтобы вид сверху, мы нажимаем верхний маркер и переходим на вид сверху. Дальше вид сбоку, что нам нужно развернуть, стрелочка такая, и вернуться во фронтальный. Да, у нас уже вид справа здесь. А также имеет полувиды, как бы трехчетвертные, если вот боковые. Нажимаем, можно на стеночку нажать, и на бок, и вообще запутаться. Также имеет орбиту, при помощи которой можно вращать, ну, наверное, самое необходимое. То есть сам такая клавиша, это вот домой возвратиться. То есть мы возвращаемся в перспективный вид, который у нас был настроен. То есть эта команда настраивается, и, наверное, самая удобная команда. Ну, вернемся во фронтальный вид, нажмем клавишу F, и вернемся в фронтальный вид. Переключимся, опять нормальный вид. Ну, если вам этот куб интересен, то есть вы можете с ним поработать. Его, вот, и в данном случае вот этот вот штурвал, можно найти команды, или здесь вот видовой куб, вот все его настройки. Достаточно перевести, и все будет понятно. И вот этот вот штурвал, о котором мы вспоминали, но не стали разбирать. Если кому-то интересно, вы сами с ними поработайте. Ну, в данном случае два этих навигатора. Ну, они, наверное, удобны при работе с анимацией, в данном случае с моделированием. Гораздо удобнее классические виды. И в основном больше горячей клавиши. Следующее у нас, это сами инструменты навигации в окнах. Эта панелька находится в самом правом нижнем углу. Довольно-таки неудобно, видимо, для того, чтобы быстрее от нее отвыкать. Но все равно рассмотрим ее. Ну, для начала создадим какие-то объекты, чтобы было удобнее видно. Так, первый инструмент – это зум. То есть это масштабирование. Нажимаем левую кнопку мыши и масштабируем. А второй инструмент – та же самая функция, только сразу одновременно во всех окнах. А третий инструмент у нас разбит на две части. Так, это тоже масштабирование, но масштабирование в данном случае на уровне изменения фокусного расстояния, по всей вероятности. Ну, для примера, просто приблизим обычным способом и отмасштабируем. Видите, происходит очень сильное искажение. Ну, где-то это применяется, видимо, выровнять перспективы или что. Второй инструмент здесь – это выделение фрагмента приближения. Очень полезная функция. Сразу альтернативный способ масштабирования – это просто вращение колесика, поступательное движение вперед-назад, масштабирование. Шаг этот настраивается. Если вам нужно плавное масштабирование, зажимаем сразу две клавиши Ctrl-Alt и нажимаем колесиком мыши и производим плавное масштабирование. Далее у нас инструмент идет здесь, вот, пен-рука. Это перемещение сцены вертикальной плоскости монитора. Далее здесь идет еще пошаговое перемещение по сцене. Можно мышкой, можно стрелочками влево-вправо, вперед-назад. Но это связано больше с играми. Так, сразу альтернативный способ – это просто зажимаем колесико мыши и вводим. Вот это у нас команда «пен-рука». Гораздо быстрее, чем лечь за этим инструментом. Так, далее идет у нас выравнивание по окнам, тоже связанное с масштабированием. Делится на две части. Выравнивание полностью всей сцены и выравнивание по выделенному объекту. В данном случае у нас труба выделенная. Следующая также разбита на две части. Выравнивание во всех окнах полностью сцены и выравнивание по выделенному предмету. Так, снимем выделение и просто выравниваем. Здесь уже горячих клавиш нет. Следующая команда «орбит». Она разбита также на три части. Это вращение вокруг осей координат. Если мы вводим внутри самой орбиты, то происходит вращение в трехмерном пространстве. Если выходим за пределы орбиты, то у нас происходят наклоны. Если беремся за маркеры, в одной плоскости вращаем и перпендикулярной другой плоскости. Ну, сразу альтернативный способ очень просто. Это нажатая клавиша «Альт» и колесик мыши. Происходит вращение вокруг осей трехмерным. Так, далее у нас идет последняя команда. Это переключение в полноэкранный вид и обратно. Ну, альтернатива мы уже упоминали. Это «Альдаби». «Альтаби». Продолжение следует...